А теперь экспериментальный бой! Попробуем запустить Фафнира рукой! Привет! Вы на канале Тинь Битыш и Маша! Привет, друзья! Сегодня у нас обзор Фафнира Ф3! Как мы и обещали в прошлом видео! Вот в этом видео! Вот там ссылочка наверху! Смотрите, тут стоит десятка! Это означает, что этот Бейблейд выносливого типа! И несмотря, что атаки у Фафнира ноль, у этого Бейблейда есть пять особенностей, которые делают его одним из самых сильных Бейблейдов! Ого! Какие особенности? Ну, сейчас расскажем и посмотрим! Тимофей, распаковывай нашего Фафнира! Посмотрим, что он из себя представляет! Вот такой вот энергетический диск! Вот такой вот слой! И вот такой вот драйвер! Ну, и запускалка, как у всех Бейблейдов в Хазбро! Начнем с того, что принадлежит этот Бейблейд Фри Делла Хойя! Бейблейдеру номер один в мире! Точно, Тимофей! На данный момент Фри является членом большой пятерки! И так как у него большой, огромный опыт, он может давать дельные советы другим Бейблейдерам! Ого! Свой же Бейблейд Фри довольно часто запускает просто рукой, не используя пусковой механизм! И это первая особенность Фафнира! Ого! Давайте попробуем запустить этот Бейблейд рукой! Давайте попробуем! Когда у нас будет бой, мы перед боем попробуем, как это у нас получится, да? Да! Мы же не Фри Делла Хойя! Рассмотрим энергетический диск Фафнира! Внутри круглого диска мы можем видеть треугольник, который образует в середине три когтя дракона, а по бокам профиль драконии головы с прозрачным пластиковым рогом! Вот этот рог и является второй особенностью Фафнира! Ведь когда соперник атакует, при соприкосновении Фафнир еще больше раскручивается! А вот и код для сканирования! Давай ближе приблизим! Ребята, кому нужен код? А третья, какая особенность? Его металлический диск, он овальной формы! Кроме того, у него хороший вес и максимальная выносливость позволяет Фафниру выйти победителем из любой битвы! А теперь и сам драйвер! У него наконечник на пружинке! И это четвертая особенность! Бейблейд можно запустить с высоты, и он немного даже может подпрыгнуть! Ого! Я понял пятую особенность! Он собирается против часовой стрелки! Как Луинор? Да! Правильно, Маша! И чтобы правильно запустить Бейблейд, запускалку надо вставлять зубчиками вверх! А с кем сегодня будет сражаться Фафнир? Ну, главным его соперником стал Луинор! Но бой с Луинором мы проведем в следующем видео! А сегодня он будет сражаться с Ультрееком В3! И Вальд очень достойный соперник! К бою! Раунд первый! Три, два, один! Три, два, один! Так, Ультреек пошел сразу на атаку! Фафнир держится, так как выносливый! Умм, а столько атак, что получил! Посмотрите, Ультреек действительно его раскручивает, а сам останавливает сам! Вот так! Раунд второй! Три, два, один! Так, отлично пошли! Пока, пока, пока атакует Ультреек! И чем же закончится этот сражение? Так, все затаили дыхание и ждут! Опять Фафнир победил! Раунд третий! Ультреек, покажи, на что ты способен! Три, два, один! Ультреек сразу в атаку! Только что пошел! Пока выжидает, скорее всего! Посмотрите, как кругами ходит! Небольшая атака! Так, хорошо! Ну, по-моему, Ультреек сейчас остановится, мне так кажется! Посмотрите! У Фафнира еще такая скорость хорошая! Да, Ультреек остановился и хотя немного поддел Фафнира, но все равно 3-0! А теперь экспериментальный бой! Попробуем запустить Фафнира рукой! Три, два, один! Посмотрите, Ультреек его атакует, но он все равно раскручивается! Это невероятный волчок! Посмотрите, кто же кого! Он еще больше раскрутился! Ну, конечно, сдался! Но мы же не фри, чтобы классно запустить его рукой! Перебрайт суперский! А вы как считаете? Напишите в комментариях! Ребята, и не забудьте! Субботу у нас приветы! И подписывайтесь на канал Тим Витриевич и Маша! Пока-пока! Пока, друзья!